Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Павел Дмитриев и Американская Академия Гипноза. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему курения. Вернее, как быстро и легко бросить курить. Прежде я хочу рассказать вам короткую историю о том, как у меня получилось очень давно бросить курить просто замечательным способом, и он называется гипноз. Как-то давно я ехал в машине и слушал радио. И по радио я услышал рекламу, что все те, кто хотите бросить курить, приходите в такой-то офис по такому-то адресу в Майами, и это будет стоить вам всего лишь 250 долларов, и мы это гарантируем. Я просто зная себя и зная то, что я много раз пытался бросать курить, я клеил на себя наклейки, жевал жвачки и много других способов перепробовал. Еще до того, как я знал, какой мощный гипноз, даже занимаясь НЛП до этого, я все-таки почему-то боролся со своим курением, с таким страшным, ужасным. И вот я решил позвонить этому человеку, который находился в Майами, и попробовать бросить курить. Я решил попробовать, потому что, ну, в принципе, 250 долларов – это не такие большие деньги, я, наверное, больше отдавал на сигареты в то время. И получилось так, что пришел я к этому мужчине, которому было лет за 70, и, значит, сел я в кресло. Это было, кстати, не просто в кабинете, как вот мы сейчас работаем с людьми, а это было в таком актовом зале небольшом, я сел в один из стульчиков, и он с подиума в микрофон рассказывать начал такую штуку, что типа «закрой глаза, расслабься, представь, что ты идешь по красивой аллее вдоль тебя, значит, вдоль этой аллеи деревья, цветы и так далее». То есть я уже точно не помню текст, который он конкретно рассказывал мне в тот момент, но в тот момент я думал больше о том, что, причем зная трансовые состояния, зная НЛП, эриксонианский гипноз, я думал, блин, я что-то не в гипнозе, по-моему, вроде как бы, ну, чувствую расслабление и так далее, но все-таки так, как это происходит со мной, вроде, может, я не так сильно погрузился в это состояние, может, он что-то не то делает, а причем самое интересное, он, занимаясь этим столько лет, продолжал читать этот скрипт, это называется в гипнотерапии скрипт, или текст по бумажке. То есть он вытащил листок бумажки, поставил перед собой на подиум, все, и в микрофон это все, значит, вещал. Ну, думаю, ладно, деньги-то я уже заплатил при входе, и получается, что надо теперь это сам слушать. В общем, и так далее. Так я и не заснул, как многие думают, что в гипнозе придется засыпать, нет. В общем, я сидел, все слушал, все понимал, давал себе отчет, и после этого сеанса, значит, который занял около получаса всего, я вышел, значит, меня ждали мои знакомые в кафешке, и я думаю, значит, так, значит, для того, чтобы проверить эту всю вещь, я должен сейчас заказать пиццу, потому что у меня была такая привычка, что после пиццы курить надо было обязательно. Вот, заказал пиццу, значит, съел, очень классная пицца оказалась, съел ее и вытащил сигарету, поджег, сделал затяжку, и понял, что как-то вот особого желания курить нет. Ну, я еще тогда не понял, что я бросил курить, значит, выкинул сигарету, мы пообщались, я поехал домой, и, значит, вечером я понял, что я забыл покурить. Ну, думаю, ладно, забыл, так забыл, в общем, не курил я этот вечер, и потом, наверное, к обеду следующего дня я опять вспомнил, что я, оказывается, что-то суетился, всякие дела делал, а покурить я опять забыл. Значит, ну, думаю, ладно. Потом, на следующий день я опять вспомнил, что я, оказывается, забыл курить, причем пачка сигарет у меня на всякий случай была, у меня было несколько пачек сигарет, заначки по дому рассованы, как многие это делают, и я вот эти заначки, в принципе, и так вот они пролежали, но я думаю, а вдруг все-таки вот если я сорвусь, я начну курить, и заначка должна быть. Так, в общем, эти заначки пролежали около месяца, потом мне просто, как бы, они мне мешались, я отдал их своим знакомым, которые продолжали курить. В общем, вот такая короткая история о том, как, оказывается, правильно бросать курить. Естественно, после этого я прошел все возможные тренинги, курсы именно по гипнозу, по классическому гипнозу, знаю уже НЛП, эриксонянскую тему, я нашел самых лучших специалистов, которые существуют на континенте Северной Америки, и обучился у них. И оказалось, что для курильщиков сейчас, я вещаю, самый правильный способ курить, вернее, это единственный способ, как вы сможете бросить курить, это когда вы не боретесь с собой. Вот это вот вы должны понять. «Я сам курильщик, бывший, я знаю, что такое мучиться и бросать курить». Это, ну, врагу не пожелаешь. То есть вас постоянно что-то гнетет, вы постоянно о чем-то думаете, и вы хотите эту сигарету. А когда вы правильно бросаете на подсознательном уровне, то ваше подсознание просто вам не напоминает про эту привычку. Сейчас расскажу немного, как работает ваше подсознание на самом деле. У нас на сайте вы, наверное, видели тренинг для начинающих по гипнотерапии, он бесплатный, можете посмотреть. Но я вкратце и сейчас в этом видео сейчас вам расскажу, как работает ваше подсознание. Представьте, что в вашем подсознании это как хард-драйв на компьютере. У вас есть программы. И каждая программа, и единственная задача каждой программы это выполнять, то, для чего она была создана. Например, у вас есть программа в вашем подсознании, которая позволяет вам не думать, когда вы ездите за рулем. Например, когда вы пишете, вы автоматически водите ручкой или карандашом. Когда вы едете за рулем, вы не думаете, какую педаль нажимать, как переключать скорость. Это все происходит автоматом. У вас есть программа, прописанная в подсознании, которая контролирует этот процесс. То же самое, когда вы говорите. Вы не думаете, как двигать языком, как выдыхать. Как вдыхать, это происходит на автомате. То же самое с курением. У вас есть программа, которую вы создали со временем, пока вы, кстати, заставляли себя курить. Вот вспомните, каждый из вас, первый раз, когда вы закурили. Это противно, это невкусно, оно воняет, ты кашляешь, потом зеленеешь, потом тебя тошнит. Я сам помню, когда я первый раз лет в 12-13 закурил первую сигарету. А заставлять себя приходится, потому что причиной, по которой люди курят в детстве, ну, в молодости люди начинают курить, это или это модно, или я хочу быть возрослее, или же я хочу по какой-то причине убрать стресс, потому что я знаю, что все, кто курит, они расслабляются, оказывается. На самом деле, это наоборот повышает еще больше стресс, но мы об этом потом поговорим. Так вот, у вас есть программа у всех курильщиков, которая занимается тем, что она должна напоминать вам, что вам нужно, например, курить. То же самое у вас в мочевом пузыре есть такой будильник, который, если он переполняется, он говорит, что пора идти в туалет. Понимаете? У курильщика есть такой же механизм, как у всех живых людей, который о чем-то напоминает. Вот этот механизм, оказывается, можно отключить. Вот представьте, все те, кто пытался бросать курить много раз, я же сам по себе знаю, берешь пачку, смотришь на нее и говоришь, что я сейчас выкидываю тебя на всю жизнь из моей жизни и так далее. Ну, вот способы, легкие способы бросить курить и так далее. И что потом? А вот в тот момент, когда вы выбросили эту пачку сигарет, все, начинается, блин, а может как-то вот что-то, а может чем-то заменить, и начинается стресс, и начинается переедание, и начинается набор лишнего веса, кстати. Очень важный момент. Почему? Потому что вместо того, чтобы просто избавиться от этой системы, вы ее пытаетесь заедать, я не знаю, запивать и так далее, потому что что-то делать надо, нервы-то они не успокаиваются. Механизм-то должен быть удовлетворен. Вот представьте, что в вашем подсознании есть работники, менеджеры. И у одного менеджера задача каждый раз, все время напоминать, что нужно курить. Вот он этим и занимается, а что вы от него хотели? А когда вы при правильном подходе договоритесь с ним, скажете менеджеру, я тебя не увольняю, так на всякий случай, мы просто переводим тебя, повышаем, и ты теперь будешь, например, заниматься здоровьем, повышать уровень здоровья, сделать более счастливым меня и так далее, и все, и супер. И что получается? Получается, что бросив курить, вам не нужно даже думать, что вы бросили когда-то. То есть люди, которые по-настоящему бросают курить, они забывают, что они курили. И самое главное, самое интересное, многие курильщики, с которыми мне потом пришлось с тысячами людей работать, переживают, а как же, например, если я пойду в ресторан и выпью? Нормально. Почему? Потому что если у вас нет этого механизма, если вы не боретесь с собой ежедневно и доказываете, что я, оказывается, не курильщик, хотя у вас внутри эта программа еще осталась, вам это не надо. Так же, как те люди, которые никогда не курили, они приходят в ресторан, они могут напиться в Драбадан, но у них не придет идея о том, что им необходимо курить. Вот так же и с вами произойдет, если вы правильно бросите курить. Вот это и есть секрет, когда вы отключаете вот тот механизм того менеджера, который вам постоянно твердит о том, что вы курильщик, вам нужно покурить прям сегодня утром с кофем и там так далее, после еды, когда ты занервничал, когда ты расслабился, когда ты радостный, когда ты грустный. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. И вот этого менеджера у вас больше не будет. Поэтому я приглашаю всех на сеансы гипнотерапии, который будет проводиться у нас в Майами в офисе и также в Нью-Йорке. Для того, чтобы узнать подробнее, как и где вы можете пройти или групповой сеанс, где собирается несколько человек, и мы со всеми работаем или индивидуальный, вы можете узнать всю эту информацию на сайте школагипноза.инфо. школагипноза.инфо. Как слышится, так и пишется. И для всех, у кого есть вопросы, мы готовы на них ответить. Вы найдете телефон и e-mail на нашем сайте. И всех, кто желает бросить курить, я жду в гости в нашем офисе. Спасибо за внимание.